Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для души. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы сразу видеть выход новых сюжетов. Сегодня поговорим про огурцы, арбузы и дыни. Расскажу, как я сажаю огурцы в Подмосковье, когда сажать огурцы в Подмосковье, как сажать дыни, как сажать арбузы. Расскажу, почему огурцы я предпочитаю выращивать безрассадным способом и покажу, как вырастить огурцы без рассада. Это на самом деле очень легко и просто. И остановлюсь на сортах огурчиков, дыни и арбузов, которые я уже приготовила к посадке. Семена у меня лежали 2 месяца в теплом месте за батареей. Это увеличивает количество женских цветов, а значит и урожай. Итак, огурчики я сажаю на теплую грядку. Я прикреплю сюда сюжет, как приготовить теплую грядку. Я об этом вам рассказывала. Все огурцы у меня растут в открытом грунте. И первые урожаи я собираю в своем северном Подмосковье уже 20 июня. Кстати, не забудьте в начале мая посеять укропчик, чтобы засаливать огурчики. Итак, лишь 3 огурца, 3 кустика я сажаю в теплицу для того, чтобы продлить плодоношение. Сейчас вам расскажу. Это китайские огурцы. Они лучше удается в теплице. И там удобнее их подвязывать, потому что очень длинные у них плоды. И в открытом грунте, конечно, они будут не очень здорово это и будут пачкаться. Итак, обязательно китайский холодоустойчивый. Вот он. Китайский плетистый. Это и китайский долгожитель. Вот китайский плетистый, посмотрите, это единственный огурчик из китайской серии. Действительно не с длинными плодами, а с короткими. То есть он выглядит как обычный огурчик. Он поздний. Благодаря этому его плодоношение продлевается до октября месяца. И при благополучной, хорошей осени до 10 октября у меня всегда свежие огурчики. Потому что вот все уже пожухнут. А китайский плетистый от разных фирм. А у меня от Седек будет плодоносить долго, несмотря на погоду. Вот эти три огурчика для теплицы я сею в горшочке 1-3 мая. Да, можно сказать, что это рассада, но в принципе это уже безрассадный способ. Он у меня происходит на даче. И я не выращиваю в городе, никогда в квартире рассаду огурцов. Потому что она вытягивается, потом она долго приживается. И пока она у соседей приживается, у меня уже огурчики зацветают. И так, а теперь по сортам огурчиков, которые я буду сеять в открытый грунт. Это корнишон закусон от Элиты. Видите, уже не первый год, уже с прошлого года пакетик. А веселые гномики. Вот они. Это классные такие огурчики. По несколько огурчиков пучковые огурчики в одном междоузле. Вот они. Лилипут от Гавриш и Луховицкий. В этом году будут сажать впервые эти огурчики. Лилипут меня привлекли тем, что они самые маленькие, вроде как не перерастают. Кузя, Мечта дачника, тоже это уже наши завсегдаты. Вот они, Мечта дачника, тоже уже сею не первый год. Аванс и Адам. Это тоже наши, вот те, которые мы сажаем из года в год. Одними из первых плодоносит. После Мечты дачника. Это вкратце по сортам. Итак, вот смотрите. Китайские огурчики я посадила в горшочке. Вот такой у меня ящик. И в горшочке я их посадила. Также сажаю дыни. А арбузы, часть арбузов сажаю тоже на рассаду. Две недели буквально у меня огурчики проводят вот в таких горшочках. А основную часть арбузиков я уже сажаю где-то 15 мая на такую же теплую грядку. Огурцы сажаю пораньше, в районе 9 мая. Важный момент. Вот такой секрет. Если вы хотите, чтобы огурчики быстро взошли и взошли в принципе, нужно сажать их сухими семенами. Часто садоводы замачивают огурцы и потом обижаются, что нет всходов. Смотрите, что происходит. Земля, как бы там ни было, но ночью она остывает. И когда мы сажаем набухшие семена, получается, что они загнивают. Им не хватает тепла. Поэтому мы сажаем сухими семенами. Я сажаю сухими семенами, чтобы они не чувствовали перепада вот этих температур. И тогда всходы будут более дружными и вообще будут. А теперь по арбузятам пройдусь. От аэлиты сладкая ягода сажаю. Дыня, колхозница. Вот меня часто спрашивают, какие арбузы и дыни. Вот вы знаете, сколько бы не вывели сортов, но вот в прошлый неблагополучный год у меня показала себя только старая, известная всем колхозница. Старая в кавычках, конечно. Вот она, колхозница обязательно. Она будет в любой сезон. Вы будете с ней с урожаем. Буду впервые сажать от Сидек арбуза пекинская радость, лёжкая. Вот такое жёлтое чудо. Жёлтый арбуз с красной мякотью. Это вьетнамский тоже арбузик у меня. И от Сидек принцесса Светлана, конечно же, гавриш, атаманский арбуз. И огонёк, арбуз тоже любой фирмы, как бы то ни было, огонёк, это всегда даст вам урожай. Итак, покажу, как я буду сажать огурчики уже прямо в ближайшие дни. Вернее, уже сажаю в грунт. Ну, вы помните, что у меня здесь тёплые такие луночки сделаны. Вот надрезаю ножом плёнки. Меня спрашивали после выхода сюжета про тёплую грядку. Спрашивали о том, что с плёнкой с этой делать дальше. Тут по вашему желанию я сажаю прямо вот, когда она есть. То есть при посадке не снимаю. Потом хотите, вы можете её легко снять. Вот с одной стороны надрежьте, с другой такими кусочками снимите. У меня она часто остаётся весь год и очень удобно. Когда я поливаю огурцы, если жарко, я прямо на неё воду лью. Она в луночки сюда попадёт обязательно, и без воды не останутся огурцы. Но вот таким образом, когда я поливаю поверх плёнки, я повышаю влажность воздуха. Её очень любят огурцы и очень не любят паутинный клещик. Поэтому таким образом я ещё защищаю огурцы от этого зловредного вредителя. Итак, всё. Вот так подгибаю края. Многим очень понравилась вот такая защита от медведки. Смотрите, такой ошейник просто из пластиковых бутылей, 5-литровых, 10-литровых нарезанных. У меня здесь уже компост внесён. Вот так вот сюда. Вот. И это будет уже самая-самая надёжная защита. Проливаю тёплой водой, конечно же, вот посадочное место. И сею так. Ну какой? Возьмём сюда огурчик. Ну вот первый попавшийся, да? Пускай будет. Я по два семечка сею, но потом оставляю всё-таки одно растение, потому что в прошлом, позапрошлом году жалко было. Такие прям вот, знаете, вылезают как на зло. Два таких самых хороших, не знаешь, какой удалить. И в прошлом году от огурцов не знали, куда деваться. Оставила по два семечка в лунке. Смотрите, огурчики, семечки вот эти сухие, сажаю плашмя на глубину примерно 2 сантиметра. Обязательно сначала поливаем, а потом сажаем. Вот. Очень тёплая уже почва, благодаря тёплой грядке, очень-очень тёплая. Всё. Вот так вот закрыла. И таким образом, вот в шахматном порядке, я посажу все огурчики. Вот возвращаю бутыль на место, она будет согревать. Согревать природная батарея, тоже вода горячая такая, несмотря на прохладную погоду. Здесь сейчас я, когда всё посажу, положу нитканку на дуги сначала, чтобы с плёнки не капал на растения холодный конденсат. Огурцы испытывают шок, и это тормозит их рост. Поэтому я сейчас нитканку сюда положу и верну пока два слоя плёнки. Потом по погоде сниму один слой. Итак, теперь расскажу вам, как добиться быстрых всходов, если вы сеете на рассаду, вот как я сейчас. Ну, кто-то огурчики, может быть, посеет, да, кто-то арбузики вдохновится этим сюжетом посеет. Итак, вот берём горшочек. У меня здесь компост, такой горшочек. Кстати, неплохо использовать торфяные, несмотря на мою, в общем-то, нелюбовь к ним, но на две недели хорошо использовать торфяные. Просто перед посадкой я в тазу их замачиваю в тёплой воде, чтобы они разбухли, и высаживают прямо с ними, потому что, конечно, не любят тыквенные. Пересадку. Итак, арбуз, огонёк у меня сюда. Сейчас я его посею. По два-три семечка даже у меня просто... Я даже четыре посажу, потому что у меня старые семена. Вот смотрите, вот так вот сейчас. Вот тоже плашмя кладу, плашмя, вот на расстоянии. И засыплю сейчас почвой где-то два сантиметра. Всё. И сверху тёпленькой водичкой чуть-чуть вот ещё полью. Дальше, смотрите, поделюсь с вами секретом. Вот этот вот ящик с посеянными нашими... Ну, кто что, огурчики, арбузы, дыньки, обязательно ставлю в пакет. Ящик помещаю в пакет. Вот такой по размеру. Выбираем пакет. И очень часто трудно дождаться всходов, потому что тыквенные, как ни одни другие, нуждаются в очень высокой температуре, когда идёт момент проклёвывания, наклёвывания семян. Если будет прохладно, они у вас не проклюнутся. Поэтому что я делаю? Я вот этот ящик оставляю прямо здесь, на грядке. Я её сейчас закрою плёнкой. Могу даже... Вот у меня сейчас все грядки вообще на участке закрыты плёнкой. Могу даже на любую пустую грядку поставить вот этот ящик с семенами и накрыть плёнкой. Днём, вот на день с утра выношу. Очень жарко. Проклёвываются семена вот при таком способе через два дня. Очень здорово. Но на ночь остывает температура. Я заношу домой. А у кого что, у нагревателя, у меня печка поближе к печке. Всё, утром здесь парилка снова выношу сюда. И вот так вот, даже если вы что-то ещё сеете, вот фасоль я ещё буду сеять, вот сделайте вот так, выносите под плёнку на грядку, и вы удивитесь дружным и быстрым сходом. Вот так я сею в своём северном Подмосковье огурчики. И всегда я с богатым урожаем. Чего и вам желаю. С вами была Светлана Самойлова. Пока.